Девчонки, всем большой привет! С вами Юля. У меня сегодня был такой достаточно насыщенный день и сейчас у меня спа-час. Я все-таки нашла в себе силы и желание затащить в ванную комнату штативы, камеры, освещение, чтобы показать вам очень крутую маску, которая отбеливает, выравнивает цвет лица, витаминизирует, отшелушивает лишние клетки, если у вас вот сейчас после зимы где-то шелушится кожа и делает кожу более гладкой, такой ровной. Очень крутая маска, вот правда. Прям не поленитесь, попробуйте. Это маска на основе киви. Киви у нас содержит очень много витамина С. Самое главное, киви содержит много фруктовых кислот. Кстати, состав киви чем-то перекликается с химическим составом клубники нашей. Ну, я говорю нашей, потому что у нас не растет киви, а клубника летом растет. К чему это я? К тому, что многие любят маски летом делать из клубники. Так вот, такого же похожего результата вы можете добиться с киви. И самое главное, что там фруктовые кислоты, энзимы, которые как раз вот бережно, аккуратно расщепляют роговевшие клетки, убирают вот лишнее и витамин С. Очень классно омолаживает, отбеливает, витаминизирует. Вариантов сделать маску с киви очень много. Самый простой способ просто плюхнуть кашицу из киви на лицо, и все равно это будет работать. Я перепробовала, наверное, все, и я вам покажу самый крутой вариант этой маски, который работает даже не на 100, а на 200%. Выглядит эта маска вот так. Она по консистенции как жидкая сметана. Вы, в принципе, можете ее сделать чуть гуще. Девчонки, для маски вам понадобится киви, белая либо голубая глина и мед. Мы берем кусочек киви, небольшой совсем, хорошенько-хорошенько вилкой. Нужно размять этот киви в мякоть. Смотрите, как это вкусно выглядит. Главное не съесть. И дальше к киви мы добавляем чайную ложку меда. Две чайные ложки добавляем белой глины. Мы это делаем для консистенции и для того, чтобы добавить маски, еще очищающие свойства. Каждый из этих ингредиентов очень хорошо работает сам по себе, но вместе это просто уже будет очень классная маска, как и спа-салона. Я вам обещаю. Девчонки, смотрите, вот такая консистенция должна получиться. Именно в этих пропорциях эти ингредиенты работают лучше всего. Теперь мне, конечно же, нужно убрать косметику. Я еще не снимала макияж. Так, вот я без макияжа. Теперь наносим маску. Просто когда наносите киви, да, в чистом виде, либо разбавляете с йогуртом, оно-то тоже неплохо работает. Но как-то оно совершенно не имеет никакой консистенции. Глина все-таки дает здесь определенную консистенцию. И глина также, она еще очищает дополнительно, отбеливает. Она уже начинает немножко пощипывать, покалывать кожу. Это совершенно нормально. Работают фруктовые кислоты из киви. Я вас уверяю, вы получите здоровый цвет лица. Помолодеете, посвежеете после этой маски. И держать на лице ее нужно 15 минут. Пойду, сейчас выпью какой-нибудь травяной чаек, полистаю ваш журнальчик. И увидимся с вами через 15 минут. Я смыла маску, как видите, у меня кожа немножко покраснела. Но для меня это нормально, потому что у меня кожа, ну такая, достаточно реактивная. И также она краснеет, потому что в маске есть фруктовые кислоты. И происходит тот самый отшелушивающий эффект. Сейчас я пойду наносить свой обычный вечерний уход. То есть тоник, крем для лица, сыворотку. Все, что вы делаете, дальше делаете в обычном порядке. И такую маску нужно применять 2 раза в неделю. На протяжении 3 недель. Ну, смотрите по состоянию своей кожи. Может быть для кого-то это будет какая-то предпраздничная маска. Потому что она действительно очень классно обновляет. На самом деле результат от нее виден на следующий день. То есть на утро. Сейчас кожа немножко покраснела. И мы видим лишь этот эффект. На утро я проснусь свежей. С таким ровным, классным цветом лица. И всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.